Привет, это Дэн, специально для сайта всесоки.ру. Я, как обычно, вещаю из сердца Европы. В этом видео я хочу показать новый персональный блендер, который мы только что получили. Персональный блендер видео. Когда к нам поступает новый аппарат, мы его очень тщательно тестируем, перед тем, как начать продажи. У этого небольшого блендера есть некоторые функции, которые показались нам довольно интересными. Давайте я вам быстро про него расскажу. Идея персонального блендера заключается не в том, чтобы заменить большой стационарный блендер, такой как Vitamix или какие-то корейские блендеры. Персональный блендер должен стоить не очень дорого и при этом быть компактным. Чтобы вы могли быстро приготовить смузи утром и на это уходило всего несколько минут. Этот блендер разработан специально для того, чтобы можно было очень быстро и просто готовить и легко мыть стакану. Стакан, который идет в комплекте, легко снимается. Давайте поговорим о функциях. Почему мы выбрали именно этот блендер? В первую очередь это двигатель. Здесь 1000 Вт. У многих персональных блендеров мощность не такая большая – 300, 500, 600 Вт. Меня удивил тот факт, что в этом блендере целая 1000 Вт. Зачастую, конечно, количество Вт – это просто маркетинговый ход, но для блендера это действительно имеет значение. В таких блендерах можно делать смузи и большая мощность блендера позволяет измельчать более плотные ингредиенты, например листовую зелень или некоторые виды семян, орехов, финики, если вы используете их в качестве подсластителя. Также вы можете измельчать лед. Я воспринимаю его как аппарат для смузи. Я смотрел только что видео с таким же блендером буквально час назад. В нем готовили смесь из ингредиентов для пирога – масла, яйца, мука, ну что-то еще туда добавляют, не помню. И он справился довольно хорошо. На нем также можно измельчать кофе. Но для приготовления супов или ореховой пасты, конечно, лучше подходят большие стационарные блендеры. А этот мини блендер нужен для того, чтобы приготовить по-быстрому, ну, например, смузи, и можно было взять его с собой. Вот что мне еще нравится. В большинстве похожих блендеров для запуска нужно нажимать и удерживать стакан во время смешивания или нажать и повернуть. Это делается в целях экономии, чтобы дополнительно не устанавливать панель управления. А в этом блендере панель управления есть. Она состоит из трех кнопок. Кнопка старт-стоп, кнопка импульсного режима и авторежим, который я попробую протестировать буквально через секунду. Он очень удобный и представляет собой автоматический цикл с серией импульсных толчков и сменой скоростей. Также в комплект входят три стакана разного размера на 700, 500 и 350 мл с ручкой, чтобы было удобно брать его с собой. А также здесь есть походная крышка, если вы собираетесь брать смузи с собой. Обычно мы не рекомендуем хранить смузи слишком долго, потому что напиток будет окисляться. Если у вас есть вакуумный блендер видео, который является его старшим братом, тогда да, можно хранить 24 часа. А этот маленький блендер нужен для того, чтобы вы быстро приготовили коктейль и сразу его выпили. Здесь у нас две походные крышки, на которых сверху есть вот такой колпачок. Если вы идете в спортзал или на работу, может быть едете в машине, то можете брать с собой смузи и ничего не прольется. Кроме того, корпус у него изготовлен из нержавеющей стали и есть ножки присоски, благодаря которым блендер будет устойчив во время смешивания. Посмотрите, когда я буду делать коктейль. Сегодня я буду готовить обычный рецепт. Возьму немного зелени, шпината, ну где-то, наверное, половину, фрукты, чтобы подсластить коктейль, немного свежей клубники и бананы. Кстати, замороженными тоже получается хорошо. Дальше я добавлю белок и жиры. Я взял семена льна, подсолнечника и ореховое молочко из кешью. Также я добавлю немного льда, чтобы сделать текстуру более густой. Посмотрим, кстати, как блендер справится со льдом. Давайте я начну. Разбирать его очень легко. Крышки подходят для всех стаканов. У них одинаковая резьба. Я положу шпинат. Где-то полстакана. Ну вообще, вы можете класть столько, сколько хотите. Здесь есть отметка уровня максимум. Не следует закладывать выше нормы. Начнем с половины банана. Хотя нет, давайте положим целый банан. Несколько клубник, ложку подсолнечных семян. Положу несколько. У меня есть молоко из кешью, так что оно уже содержит жиры и белок. Довольно часто для смузи я использую воду. И еще добавляю семена льна для питательности. Там также есть полезные масла. Дальше я добавлю лед. Я правда хочу посмотреть, как он со всем справится. Я измельчал в нем замороженные ягоды и он справился хорошо. Думаю, и со льдом тоже получится. И теперь заливаем молоко. Обычно жидкости должно быть примерно половина. Главное, не наливать выше отметки максимум. Так, еще чуть-чуть. Окей. Хорошенько закручиваем и ставим на блендер. Я включу автоматический режим. Посмотрим, как он справится. И так он проделал. 7 циклов, если я все правильно посчитал. Ну, 7 или 8. От медленной скорости к быстрой, как пульсирующий режим. Смешивает он примерно 5 секунд и затем делает остановку на одну секунду. Кстати, я заметил, что остался небольшой кусочек шпината. Он прилип к крышке. Наверное, нужно было больше воды наливать все-таки. Посмотрите на консистенцию. Достаточно однородная. Я вижу совсем маленькие кусочки зелени. Это частички шпината и может еще несколько льняных семян. Но выглядит отлично. Давайте попробуем. Да, отлично. Текстура очень нежная и вкус такой ореховый. Думаю, это получилось из-за сочетания семян подсолнечника и миндального молока. Иногда я добавляю финики, если вы хотите подсластить или приучить детей пить смузи. Но и с бананом, клубникой тоже вышло отлично. Еще одна прелесть этого блендера в том, что он очень просто моется. Это все, что вам нужно помыть. Просто сплосните, когда приготовите смузи. 10 секунд и все готово. И все, можно брать смузи с собой. Закручиваем крышку вот так. Стакан можно мыть в посудомоечной машине. Он сделан из прочного тритана и не содержит бисфенол. В общем и целом, одна минута и ваш смузи готов. Это был наш первый обзор персонального мини-блендера видео. Со своей задачей он справляется отлично. Быстрый, простой в использовании и легко моется. Для получения более подробной информации заходите на наш сайт всесоки.ру. Меня зовут Дэн. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok